Это проект «Подари дрова», проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. И сегодня делиться теплом будем с жителями вот этого дома в поселке Березовский. Здравствуйте! Здравствуйте! Смотри на тетю, не смотри на дядю. Кушай давай. И не машься. Аккуратно. Доченька у меня болеет. Жили они отдельно. Пришлось забрать, потому что она самостоятельно ничего не может делать. Даже себя, как говорится, обслужить. Не плачь. Не плачь. Рассказывай все как есть. У Татьяны дочери Любови Дмитриевны прогрессирующий псориаз. Своего лица женщина просит не показывать. О помощи по дому от дочери, рассказывает Любовь Дмитриевна, в силу болезни никакой. А работы много. В доме не центрального отопления, не водопровода. Топятся углем и дровами. Детские получили, вот на детские купили. Уголь и дрова купили. На детские. Где детские, где там пенсии, где зарплата. Все в одном кошельке. Пенсия у вас? 16. У самой Любови Дмитриевны, помимо Татьяны, еще трое детей. Младший Александр временами помогает матери по хозяйству. Старший Артем каждый день ездит на работу в Красноярск. Уходит с рассветом, возвращается за полночь. Живут все здесь же. Только средний Максим сейчас далеко от дома. Мобилизован. Мать говорит, на связь сын в последние дни не выходит. Ну, конечно, как не переживай. Ни одной ночи не прошло, чтобы не вышло на небо, не сказала. Боженька, спаси, сохрани. Знаю, что только был последний раз в Херсонской области. Куда там кинули, не знаю. Не стремилась к тому, чтобы просить помощи. А сейчас вот прошу. То есть я поняла, что если ты не попросил, ты погрязнешь. При нормальном расходе, закупленных на детские пособия дров, семье хватит на 2-3 месяца. Так говорит Любовь Дмитриевна. За помощью к нам обращаются жители многих населенных пунктов края. Это карта домов Красноярска, где, это мы теперь знаем точно, людям не хватает тепла. Если вы готовы помочь этим семьям дровами или оказать иную посильную помощь, напишите нам в социальные сети ТВК или позвоните в редакцию по телефону 200-00-65. Субтитры создавал DimaTorzok